Правонарушение, на которое сотрудники ГАИ акцентируют внимание в преддверии летних каникул – парковка автомобилистов. Неправильная остановка или стоянка транспортного средства, которые закрывают обзор проезжей части, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Выявить безответственных автомобилистов инспектором ГАИ помогает программно-аппаратный комплекс «Паркрайт», который несложен в использовании и является настоящим помощником для выявления фактов нарушения остановки и стоянки транспортных средств. Определяется местоположение автомобиля. Точечное. Если машина находится в зоне действия дорожного знака или ближе 15 метров от бешеходного перехода, прибор в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил дорожного движения. Спустя 5 минут повторно проезжаем мимо данного автомобиля, который нарушил правила дорожного движения, и фиксируем повторно нарушение. То есть, чтобы не было такого, что этот автомобиль находится в движении, и он случайно упал в кадр, и человеку пришло письмо, которое не нарушал. Не секрет, что с каждым годом количество автомобилей в областном центре растет. При этом не все владельцы транспортных средств соблюдают правила дорожного движения и паркуют свои автомобили в соответствии с ними. Если нарушение правил остановки стоянки зафиксировано в автоматическом режиме, то водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере одной базы величины. Это водителю легкого автомобиля. Что касается водителей грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, то штрафная санкция здесь будет три базы величины. При этом водителю, либо собственнику транспортного средства придет уведомление о привлечении к административной ответственности с конкретно указанной суммой штрафа, которую необходимо будет оплатить. Проверив парковку автомобилей вблизи учреждения образования и не выявив правонарушителей, сотрудники госавтоинспекции продолжили рейд центральной части города, где нередки случаи неправильной парковки. Причина одна – собственный комфорт и удобство. Игнорируя правила дорожного движения, иногда и моральные принципы, водители паркуют свой автомобиль на местах для инвалидов или вблизи нерегулируемых пешеходных переходах, не видя при этом никаких предпосылок для беды. Я имею инвалидность второй группы по опорно-двигательному аппарату. Тема парковок для инвалидов всегда стоит очень остро, потому что очень часто парковочные места заняты обычными автомобилями, ничем не обозначенными. К ним, когда подходишь к людям, к водителям, спрашиваешь, вы подвозите кого-то из инвалидов или вы сами инвалиды, они говорят нет. И просишь их убрать машину, очень часто сталкиваешься с хамством. Что касается мер административного воздействия, то согласно Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения именно в части остановки стоянки транспортного средства, водителю грозит предупреждение либо наложение штрафа в размере одной базовой величины. Если же в поле зрения сотрудника густоинспекции попадает водитель транспортного средства, который в течение года после наложения административного взыскания опять нарушен правил остановки стоянки, то штрафная санкция суровее в размере двух базовой величин. За время проведения рейда в поле зрения сотрудников госавтоинспекции попали легковые автомобили, оставленные вблизи пешеходных переходов. Их владельцы не ответили на телефонные звонки, поэтому транспортные средства были эвакуированы. Для того, чтобы с вашей машиной этого не произошло, соблюдайте правила и уважайте других участников дорожного движения. Продолжение следует... Продолжение следует...